Ребятки, всем привет! Всех приветствую на канале Токси Кул, ФБР на связи. Сегодня выехала я поработать такси, сегодня у нас четверг. Давайте же посмотрим, что с этого получится. Какие будут заработки, какие будут расходы, клиенты и так далее, и тому подобное. Всем приятного просмотра, добра, бабла и позитива. Ready, steady, go! Сунька, начали на расслабоне, скажи, сегодня можно отдохнуть, да? Пацанчикам привет передаешь? А как же, пацаны, а ну-ка, всем добра, бабла, позитива, да? Хороших заказов. Оп! Ребятки, вот пробег 479, вот время 8.14. Так что тут у нас, ребятушки, вроде все в порядке. Жидкостям в норме, все окей. Крышка держится, все хорошо. Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Четко под светофором. В эти маршрутки что-то не ездит он. Стоял 10 минут, не было, вы подъехали и сзади все маршрутки. Как всегда, закон трудности работать сюда, да? Согласен. Исправно, четко. Согласен. Скоро маршрутка будет дороже, чем такси, да? Сколько она там стоит? Не знаю, я по УБД езжу. Это что такое? Участник боевых действий. Бесплатно, да? Да. Пускаешь? Да, ну не знаю, мне обычно, но старики постоянно там с ними начинают конфликтовать. Не знаю, я вот еще сколько, ну я просто только месяц езжу, я на машине, я вообще сам сейчас в ремонт ее отдам. Поэтому, не, мне ничего вообще не говорят. То есть, я слышал, что разглаждают там, да, кто тебя туда заставлял идти? Ну типа в таких вот, это же городки типа что-то, ну именно государственные типа, ну тогда городки. Без проблем, да? Не, наоборот. Наоборот? Да, это все в казну идет, там в Харьков. А вот эти же, это же частники есть, а то такие вот. Это частники. Да, да. Ну я не знаю, мне никто ничего. А я бы он там устроил, блядь, если что-то сказал. Такое, смотрят криво, как будто я денег должен, а так ничего не говорят. Не, ну я там от себя накидываю там 3-4, ну там мелочушка есть, знаешь, но как-никак все равно там кинуть, что допустим, вот, ночевек. Да, у нас такая система, конечно, непонятная с шутками. Да. А ну вроде как и их можно понять, да? А с другой стороны, а что они не компенсируются нормальным образом, да? Да ну конечно, да ну ужасно, просто их запустили, деньги рубят, блядь. А что, кстати, вот неинтересный момент, это где служили? Я в Азове. А? В Азове. А где это? Азовском обе? Нет, 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 но это же они там базируются. Я был на Светлодарской дуле, в Донецком. Донецкая область? Пешком шли туда? Нет. Привозили? Ну конечно. Ну уже мотивируют. Раньше, я помню, у меня тесть пешком шел, в Чувую, в Харьков. Нет, ну есть... Когда с Чернобыля привезли, больше высадили, говорят, иди пешком. С ССУ, там ВСУ, может, да, не, ну понятно, что сейчас Национальная гвардия, ну как бы Азов присоединение к Национальной гвардии, ну а тогда бы было там, как бы, тупо с Сами, там были. У нас техники там ебануться были. Извиняюсь за мат. Ну никто вообще, как бы, у нас все свои, у меня от кого не зависит. Ну вообще, все равно. Культурно, более-менее, да? Ну да, ну просто все, ну все как-то боятся, там. Я смотрел, все паров, они на Ютубе видос записывают, там. Ага. Рассказывают, что, короче, Азов вообще, ну, самые конченные Националисты, они же все там, США пытаются продвинуть, чтобы нас, типа, ликвидировали отсюда, потому что мы, типа, несем угрозу не только, типа, и мои, и Украины. Ага. Ну они, что смотрятся, там, фотографии, да. Все пацаны все разрисованные, молодые, как бы, ну, есть за что воевать, понимаешь, там все, все. Ну мы приехали туда, там, засушники были, ну, представь, окопы, блядь, по пояс. Они бухие, висят, мы заехали вообще в шоке просто, ну, а что вы? Да, говорит, не, говорит, мы, говорит, бухаем, они тоже там, говорит, мы не стреляем, они не стреляют, ну, понятно, как это вообще, значение, ходят по поясу, окопы, не могут все выкопать, потому что бухие, шарятся, представь. А все паровы уже до того обнаглели, что берут и ночью идут в наш украинский магазин и покупают водку. Изи просто, да? Представь, вот, ну, это настолько, вот это уже, как это называется, я не знаю. Не, ну, мы там заехали на месяц, шороха навели, там, они там, ну, были в шоке. Тут даже не знаю, как назвать, а вот посидел, подумал, секунд тридцать, у меня слова нету, подойдет. Ну, это вообще просто, и то, что у них там магазинов, они же там у них работают, там, меданский час, вот, да, и плюс у них там же с этим все, что-то кто-то там смотрел, мне говорили, что типа, чтобы военным водку, ну, там, в ДНР, водки не продавали, вот, свертной не продавали, в итоге им туда везут, все, все нелегалом, вот эту паленку. Так же самое и наши, сидят, все бухают, ну, это просто, они заехали, мужики ерят, пошлите хоть по 50, ну, что, говорю, больной, она заехала, там, ну, 40 человек, ну, никто не бухает, все на спорте, как бы, они там были в шоке, блядь, с утра просыпаются с просонья, мы уже бежим, к Ирю одному там привязали, к ноге, давай, говорю, подбежали с нами, он бухой, не может понять, что происходит, ну, просто ответственность, понимаешь, дисциплина совсем другая, и оно вообще все по-другому. Когда ты в таком коллективе, оно не то, что заряжает бозруют, они там, ну, начали там чуть насыпать по нам с той стороны, так они, этих, кто, блядь, бухают, начали там пипешовать, пообсирались, ну, страх, вот, почувствовали страх, когда никогда вот синьки не было, а вот синьки не было, мы же там начали их затрачивать всю эту водку и разбивать там, выкидывать, ну, выливать, так они все, они без водки, просто, понимаешь, когда ты под чем-то находишься, ты страх это так не переносишь, ну, ты начинаешь, ты по физму тебе включается, а так адреналинчик, а так, а так, я смотрю, он побледнел, бред, но у него последний волос на голове выпал, он начинает тарах, не может понять все делать, вот, вот это вот уже, как бы, ну, как говорится, что-то за мужик, чтобы другу вот сидел поближе, да? Ну, не знаю, я уже не выпил, и уже не мужик, да? Согласен. Посидел, побледнел, уже все, мужик вышел с него. Стоит 22 года, но я ни разу не пробовал, поэтому я не могу сказать, да. Ну, это правильно. Да, как-то меня оно и так, а что там, на 14 февраля я читал, что будем поставать, да, таксисты. Ну, да, типа собирается. Да, ну, сколько мы, 45 гривен час заработать, нормально? Да, наверное. Грузчик зарабатывает, к примеру, 100 гривен час. Ну, на, 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 на барабане тоже, а тут повернем, что-то есть. Да. У меня на барабане тоже грузчик, ну, 100 гривен час. Пожалуйста. А тут поотнимали, вот я вчера сел, посчитал, 1700 грязным я заработал за 12 часов за рулем, полчаса у меня максимум было простое, это поссать и перекусить, так все время в движении ездишь, мне когда выйти с машины. А он можно затоть, то есть легко, да, и получается в общей сложности заработка получилась 540 гривен, минус мойка 150 гривен, ну-то вот, жили были, оно же для пассажира дорого они сделали, как-то, да, приличный, а когда все эти проценты, все топливо, все поднимаешь, так это не на аренде. Сколько там, 50? А я даже не знаю, мне же потом покажу, а на аренде там же вообще жопа, там еще и аренду от ними, так вообще красиво получается. Тоже людям и надоело. вот тут, да? Да, да, да. То есть тут в другую такси пейся. Сколько пицца. То получше. 50? А вот, я вот так получше. Да, спасибо, хорошего денечка. Вез столько, что чувака, короче, пацаны, он говорит, что все дела, там я слышал за 14 число, там вроде бы, что таксисты собираются бастовать, спрашивал у меня об этом. В итоге, поездка 52 гривны, полтинник и 2 рубля. Будьте так любезны. Вот вам отношения наших людей. Им надо по факту, понимаете, как, вот, будет стоить такси 200, он будет платить 200. Будет стоить 50, он будет платить 50. Надеяться на какие-то понимания и, собственно говоря, ну, взаимопонимание, там, какое-то сочувствие, чаевые, никакой надежды в этом нету от, собственно говоря, наших, так скажем, граждан, от наших пассажиров. Так что, как-то так, только нужен нормальный тариф. Вот и все, низкая комиссия. Что у вас такой экспериментальный дом впереди? Как-то кладка так положена. Какой именно? А вот этот, кусочками. Смотрите. Да. Я даже, внимание, не обращаю. Еще один мамкин бизнесмен. И все до копеечки. А 14 числа будут идти. А-а-а, такси такое даровое, потому что выехала здесь с таксистом работать. Ну, как обычно все у нас. Хорошего дня! А-а-а. Вот таким агрегатором я пользуюсь основным, ребятки, уже 10 лет. микрофончик тут 5 10 вот такой экранчик кстати вот эти в темноте светится когда камеру на них наводишь вот эти все 12 штук лампочек светится напишите что это за лампочки в общем регистратору больше десяти лет чтобы понимали 10 лет где-то получается и уже батарейка видите накрывается full hd качестве пишет все чутенько в общем через 10 лет это неудивительно накрылась батарейка отдам другу сейчас кину ему в почтовый ящик дома его пока нету в общем попробует батарейку мне наверно поменять посмотрим что получится с этого день добрый ребятки сама больше знаете что прикалывает что посмотрела видео 5000 человек про 14 февраля в такси до про забастовку и так далее и тому подобное вот но я там в принципе сказал нормальным языком до сколько нужно там набрать лайков там сколько надо набрать комментариев чтобы это видео как-то продвинулась и так далее и тому подобное меня больше всего удивляет просто вот просто реально удивляет отношения людей и в том числе таксистов к этому видео почему потому что есть конечно классные ребята молодцы которые смотрят делятся видео с друзьями сами по несколько комментариев пишут для того чтобы набить тысячи комментариев и лайкосов да собственно говоря две с лишним тысячи как я говорил а есть люди которым ну по барабану ну вот как есть так есть понимаете и мы извините за выражение впаду даже лайк поставить и комент написать хотя бы какой-нибудь плюсик хотя были минус что не поддерживать человек да и вот смотришь на это все и думаешь так что изменится если такое будет отношение напишите в комментариях если человеку просто ну тяжело реально лайкос поставить и комент написать я не думаю что что-то в таком случае будет меняться как бы ныть все гражды я все это прекрасно понимаю ребят не в обиду никому но для того чтобы собственно я что-то менялось надо хотя бы крупицу лайка приложить к этому я думаю так ребятки на военвет тут конечно трешак вообще дорога подушатала тут уже скоро хуже будет чем на воробьевых горах плиты поразбивали нафиг такой поток машин как бы гаражи какие огромные а ничего не делается не ремонтируется только такое смотрю заброшенное место да как тут ночью интересно ходить не страшно нормально как чернобыль можно иностранцев возить себя ну да а была здесь когда-то что-то раньше да раньше было много больше чем сейчас раньше я нужны одно там еще дальше есть до превозить иностранца Autos a airport а забираю привозятый epic вот чернобыль зажг marched а там среди не вы с отелки著 чернобыль гуляйте до рядом с харьковом находится вот там на плацу, где там памятничек какой-то стоит, я помню, как-то завязал вот, ребятки, забрал уже свой регистратор сейчас вам покажу починил мне друг регистратор сейчас кузочка достану такой стоял аккумулятор, видите, я так понимаю что он вздулся тут, д было на 180 стоял поставил, говорит, на 250 мне, так что розыгрыш дутой батареи будет, собственно говоря, внизу шутеечка шутка-шутеечка вот, видите, ребятушки стоит пишет уже все четенько, вообще, по красоте спасибо большое, хорошего дня все, ребятки, нахожусь на горизонте сейчас, стою здесь такая обстановочка жду заказы, а что отсюда уезжать, я не думаю, что тут много машин день добрый а номер вам давать как-то или кому там вы следите уложишь приложение ну хорошо, если что, это профтехучилище там оплата наличкой или безнала? там, на месте, да? да хорошо, я как подеду тогда или наберу вас, или что? хорошо вот, смотрите, ребятушки, везу я торбы о, бурца стоит смалы это вы, наверное, за сумками, да? да, скажите, пожалуйста, а можно вас как-то сейчас перезаказать это метро армейская вот здесь дают с сумками с этим? а тот, что парень вызывал, пусть исправит там адрес на метро армейская и все и вы поедете еще что-нибудь? сейчас, да что-то говорят, много школ закрывают, да? 10-й, 11-й класс делают опорными, объединяют в районе делают несколько опорных школ которые будут только учить с 1-го по 10-й, 11-й а остальные будут только до 9-го класса и это как? это сейчас дети учатся в 9-м и выкинут за школу, да? да ну, училище идти или переходи в другую школу или переходи в другую школу ну, вы понимаете, какая там будет количество детей на одно место и какая там коррупция будет в школу, чтобы попасть потому что мы боремся с коррупцией это вообще, если честно, такой бред я согласен с вами, да? это такое придумать надо было каждый же будет стремиться, чтобы его чадо попало в 10-й, 11-й класс а если их на районе из 20-ти школ 5 только будет опорных, понимаете? ребят, тут хочется, чтобы вы написали свое мнение с этого года многие школы будут учить всего лишь до 9-го класса потом эти дети пойдут, естественно, в бурсы в техникумы, колледжи и так далее и тому подобное а все, кто захочет пойти в 10-й, 11-й класс будут, как говорила вот женщина опорные классы я только шуётся её с училища там на Богдана Хмельницкого да? и получается вот представьте, какой табун людей рынет 10-й, 11-й класс это те все люди, которые захотят пойти в институт то есть это в школах надо будет создать создать классы вот будет опорные школы две на район там или сколько их надо будет создать классы с новыми людьми, которые прибудут во-первых, те, которые классы к примеру два десятых учились до этого девять лет в этой школе это будут, естественно понты там и всё остальное стычки класс с классом во-вторых это, собственно говоря будет, как она говорит коррупция в-третьих ну, короче, это просто дичь вот вы представляете представьте, что это делается для чего это делается тоже это что-то сидит действительно в этом министерстве что-то там придумают выдумывают как вот она говорит для чего вообще не понятно ну, всем нам понятно для чего это всё делается чтобы заснуть свою волосовую руку поглубже вот ну, это всё ерунда, ребят а то, что вот представьте, вот придёт и надо будет сформировать в одной школе там три класса дополнительных два класса дополнительных что это будет вообще просто что это будет как влияет это на успеваемость детей, которым придётся адаптироваться ну, это дичь полнейшая как по мне это раз второй момент почему нельзя сделать так если вы хотите ввести это новшество не стрельнула вам срачка-горячка в эту голову и вы решили всё те, кто учатся к примеру в девятом классе под сраку их это вот наша система образования нынешняя чтобы вы понимали всё идите ищите где хотите свои 10-11 классы в бурсы идите куда что хотите вот а взять первоклашкам сказать, что у наша школа будет там ваш выпуск уже до девятого класса или ищите другую школу сразу туда идите там, к примеру на ХТЗ учися да иди там в школу я не знаю там на восточный чеши пешком ещё куда ну, короче, это просто лютая дичь для чего придумана как она говорит рабочие места тоже учителей часы это тоже будет всё зависеть от этого в общем что попало шоу придумывается для чего напишите своё мнение в комментариях это вот только то что вот я к примеру знаю да сколько мы таких нюансов не знаем я кстати же эту женщину с торбами с этими вот этими пообщался с ней на эту тему и немножко стал в шоке и собственно говоря стою сейчас на метро армейская вот видите стою здесь в ожидании чудо заказика как-то так или что там в официальном кто-то лечит это забирать малого лежал малый больный внук 2 с половиной годика воспаление легких двустороннее ну получается его типа же по скорой забирали типа как корона но в результате потому что ему воспаление легких высветили и уже его никуда и не переводили сначала казали что переведут ну а потом кажут с таким воспаление уже мы не будем его дергать никуда ничего и уже его там и оставили ну правда и врачиха такая хорошая попалася начи все ну уже вытюха все слава богу но воспаление не просто сто процентов воспаление ну я не знаю в принципе у него корона была в сентябре месяце они 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 не может это сейчас омикрон конечно ехал инфекционку ребятушки видите вот стою здесь стою привез женщину да нет там просто воспаление кашляла всю дорогу просто воспаление ну можно микрон офигенно как повозил накашляла тут полный салон все окей за три копейки ребят вызвали опять меня и тут еще хотят малого чтобы я этого вез еще одна дама короче это бабуля в общем все вот эти вот кашляющие звенья да должны сесть ко мне в такси я должен их отвезти трэш сейчас постою они мне сказали заезжай на территорию там прямо туда сюда и если я знаю что конкретно они малой этот лежал с воспалением легких и так далее и тому подобное смысл мне зачем мне это нужно вести себя на рожать на опасность для чего специально ввести пацана ковидного вроде бы как типа выздоровеющего и так далее и тому подобное просто так все люди вызвали пожалуйста вези 12 гривен чистыми зарубишь 45 гривен 50 в час ни в чем себе потом не отказывай лечись как хочешь что хочешь и так далее и тому подобное очень интересно что вы за лейт не заказали что вы обычный болт тоже вот интересно заказывайте я считаю какую то сделайте такси капсула я там не знаю где там как в каком нибудь самолете там межгалактическом илона маска там сзади в капсулу засовывают герметичную и везут собственно говоря этих людей кашляющих я не знаю напишите свое мнение в комментариях вы всех вот приезжайте в 22 больницу забираете изи везете он там сидит на вас слюнями так как и как и вам по барабану вы везете потому что платят 15 гривен или нет все таки да ребятки сегодня я запишу вам смену 8 часов посмотрим сколько удастся заработать за 8 часов сколько получится заработать в час тоже интересна эта тема потому что сегодня вез парня он говорит у них грузчики на барике по 100 гривен зарабатывают пишут мне в комментариях там уборщицы пятихатку в день зарабатывают за 8 часов там и так далее и тому подобное посмотрим самому очень интересно пока работаю стружу потихонечку вот уже видите начало темнеть люди фары включают все дела так что потихонечку протюем ну что ребятушки поставил уже в сторону дома потому что уже подходит концу мой рабочий день работаю сегодня 8 часов не более то есть как белый человек как положено как смены на заводах у людей по 8 часов и так далее и тому подобное я считаю ну на нормальных заводах я вам не говорю там где придуманы все условия для рабов а там где люди приходят зарабатывать деньги а не болезни и геморрой и так далее и тому подобное вот так что ребятушки что могу сказать по сегодняшнему дню ну по заработку я в конце вам подведу итоги сколько я заработал приеду домой подведу вам итоги посчитаю сколько заработал сколько проехал сколько всего чтобы вы понимали сколько может заработать таксист если он будет работать как нормальный белый человек по 8 часов в день не по 12 я вообще ребят считаю что одна из главных проблем вот этих куч дтп на дорогу да это то что таксисты работают 12 и более часов почему объясняю во первых это не просто таксисты работают а на парковых автомобилях и на обклейках они заинтересованы больше всех работать большое количество часов для того чтобы сделать определенное количество поездок чтобы получить выплату за обклеенную тачку плюсом ко всему их стимулирует парк либо же владелец обклеенной тачки понимаете как кататься и зарабатывать собственно деньги а к примеру у других там ну возьмем он такси да которых тоже часто показывают в дтп 30-40 он такси болт и так далее и тому подобное побиты эти машины сидят там какие-то так скажем додики фестивальные да непонятные за рулем потому что малый контингент там здравых людей приходит работать на парковый автомобиль основная масса это те люди у которых нет машин своих он то есть не заработал на свою машину и плюсом ко всему не умеет считать деньги плюсом ко всему еще и скажите ребятки я скажу тема такая что катаются они им надо отбить аренду то есть по барабану ты платишь аренду к примеру за он таксистную тачку там 1200 гривен в день или штукарь да там 800 гривен напишите кто-то может снимал и вот ты должен отработать и вот он понимает что он работает работает или она сегодня девчулю видел на санате на газовой работает 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 а день то особо не прибавляется в кошельке надо заправиться надо отдать за аренду в итоге тебе надо заработать трешку чтоб привезти домой гривен 800 ну и как бы уже получается что не особо шкурка вычинки стоит вот такие делишки 800 может шпукарик следовательно я считаю что рабочий день таксиста а плюсом ко всему они работают получается из дня в день так ребят это не работа один день в неделю а таксист который на своей машине работает он может к примеру два-три дня завтыкать не поработать там ремонт дома делать еще какой-то ерундой заниматься там своими какими-то домашними делами а потом собственно говоря взяться так скажем максимально за ум и продуктивно повпахивать вот и поработать к примеру там 12 часов в день может и 14 часов в день но это не значит что он будет всю неделю всю неделю пахать по 14-12 часов в день а на парковой тачке тебе придется именно неделю работать и следующую неделю и так далее и тому подобное следовательно такая аварийность почему потому что человек за это время он реально конкретно устает усталость накапливается если тот может носить поработал ударно там по 12 часов 3 дня потом раз денечек отсыпной себе сделал или там пилка взял и дома отдыхает футбольчик смотрит то тот не может себе такого позволить ему надо по 12 часов в день пахать каждый день чтобы хоть какую-то копейку домой принести и вот так получается кстати смотрите как у нас люди ходят видите вот пожалуйста вон тротуар прочищенный все нас люди шуруют решили что дорога можно и так пешком тут идти на изи вот в итоге ребят так и получается понимаете что и то голова качается из-за всех этих приколов вроде бы и зарабатывают они они ходят там потом рассказывать знакомым что вот то я там кассу лупанул там скриншот показывают три с половиной да ты покажи сколько ты с этой кассы ты на там шестьсот заправился чтоб три с половиной лупануть да комиссию отдал тысячу двести за машину и так далее и тому подобное в итоге у тебя в кошельке осталось восемьсот гривен кто тебя умным назовет садись на свою тачку и работай как бы на своей машине вот ни от кого как бы не зависит но это все лирика в общем я к чему все это собственно говоря говорил к тому что надо работать по восемь часов в день тогда вы сможете отработать не так как по двенадцать неделю две а потом все у вас усталость накопилась уже не понимаете куда едете куча аварийных ситуаций а вы сможете на постоянной основе год и два и три работать по восемь часов в день и будете себя адекватно нормально чувствовать за рулем вам будет хватать какого-то время на себя там то ли в зальчик сходить то ли семье близким внимание уделить дома что-то сделать сменить так скажем обстановочку это считая считаю за рулем полноценный рабочий день это восемь часов когда ты проводишь именно за рулем плюсом ко всему здоровье ваше будет получше как я считаю вот сегодня я такую кассу вам и покажу сколько я заработал за восемь часов сколько я проехал сколько собственно я потратил на топливо на комиссии ну как вы любите ребятки и сколько осталось в итоге мне сколько в час я заработал я думаю будет очень интересно и многие из вас скорее всего мне скажут Саня что-то тут вообще трэш контент надо текать с этого с этого такси валить на завод на голую ставку понимаете будем лучше там все налоги платить и что попало там хоть что то ну реально ребят я вот общаюсь сейчас с некоторыми там блогерами да тоже они говорят мы давно не помним такого месяца реально месяц вот февраль конец января это какой-то трэшачок по заработку в такси просто я не знаю с чем это связано напишите в коментах но заработок очень сильно упал при том бывает и заказы вроде есть ты катаешься а зарабатываешь ерунду топливо подорожало коэффициентов нету и так далее и тому подобное я думаю вот самые главные основные причины плюс тарифы никакой никто там человечек не подымал нам до адекватных каких-то отметок понимаете так что как то так ребятки пишите комментарии обязательно ставьте пальчики вверх лосики лайкосики обязательно нажмите на колокольчик подписаться на канал и поделитесь видео с друзьями обязательно в соцсетях в фейсбуке там где-нибудь еще где вы собственно обитаете в каких соцсетях просто в вайбере там в телегике там поскидывайте телеграм-группы кидайте в какие-то может таксистные знаете пусть люди смотрят эти видосики и понимают к чему все это катится вся эта тема вот также ребятки подписывайтесь на мой инстаграм на мой тикток и на мою телеграм-группу таксистов города Харьков которая так же как и канал называется токсикул также ребятки для всех для вас выбил я скидочку которая составляет ни много ни мало но с каждой страховки гривен по 150 а это нормальная сумма по промокоду токсикул 21 переходите по ссылке и будет вам скидка 10 процентов на вашу страховочку я выбрал себе страховку оранта вы можете выбрать любую другую какая вам там больше понравится что-то на слуху была оранта я себе выбрал везде она собственно говоря в убере в болте где угодно проходит убер если кто не знает очень тщательно проверяет страховки в международных базах и так далее и тому подобное кстати страховка тоже сразу появляется в дие вот девочки помогают там оформить вам то есть вам не обязательно самим что-то там клацать на в этом приложении вы можете позвонить там есть телефончик горячей линии сказать свои или скинуть скриншоты или сказать свои данные и при ли вам сделают сам страховку вы ее проверите все окей оплатили притом оплачивал я без комиссии тоже мне очень понравилось я сразу узнал можно ли какой-то сделать промокодик для подписчиков потому что это как говорится в помощь вам я тоже столкнулся тогда страховку искал даже сама оранта не лупанула на 100 гривен дороже а вы купите получается не так как я я же без скидки покупал без промокода а вы купите получается мало то что дешевле чем у самой оранты в офисе на 100 гривен плюс еще и с моей скидкой 150 в итоге к примеру на оранте на обычном осаго получается скидка 250 гривен а 250 гривен при нынешних заработках на дороге не валяется ребятки всем желаю крепкого здоровья добра бабла позитивчика щедрых клиентов чаюки по 500 гривен повышение тарифов всего самого хорошего пишите в комментариях что вы думаете про такси сейчас какой был у вас рабочий день как он прошел какие были клиенты всем пока пока до новых встреч добра бабла и позитивчика ребят вот ребятки поработала в конце 569 времени 4.02 так ребятки давайте же почитаем сколько удалось заработать 807 гривен грязными я заработал минус 18 процентов это получается 661 гривна минус 220 гривен на топливо газа у меня хавает 13 литров ланос плюс бензинчик запуститься итого мы получаем уже 441 минус собственно говоря давайте посчитаем пусть будет 2 гривны километр посчитаем грубо 200 гривен амортизация и того равно у нас 241 гривна минус собственно говоря отсюда помыть тачку потому что при такой погоде когда лупасит дождь и мачмалу тачат всю в машину получается 191 гривна это мы уже с вами повычитали комиссию вычлить топливо помыть тачку амортизацию 191 гривну я заработал за 8 часов 8 часов рабочий день и делим на 8 итого в час получается 29 23 гривны 96 копеек ну 24 гривны округлим заработок в час пишите в комментариях как вы считаете много это мало пишите как вам нравятся такие заработки или не нравятся как вы считаете вообще по безопасности водителя прежде всего сколько он должен работать 8 часов или 12 все таки это работа непростая не в офисе на стулке здесь надо ездить за рулем всем ребятушки добра бабла позитивчика подписывайтесь на канал ставьте лайки лайки и пишите комментарии поделитесь